Лесные пожары в Кабяйском, Намском и Уссалданском районах стали причиной задымления в Якутске. Дым в столицу республики принес северные и северо-западные ветры. Виталий Абрамов продолжит. Накануне вечером столицу республики и ряд центральных улусов затянуло серой пеленой. Дым от лесных пожаров принесло с северной стороны, а именно из Кабяйского, Намского и Уссалданского улусов. Где пожароопасная обстановка пока не улучшается в связи с жаркой погодой и отсутствием дождей. К сожалению, у нас произошло укропнение лесных пожаров, из которых, как я сказал, 20 лесных пожаров осталось. На которых и 200 человек у нас в федеральный резерв работает. Думаем, что позавчера было совещание главы республики Саха-Якутия, где поставлена задача до 20 июля ликвидировать все лесные пожары и нормально начать свинокосную пару. В настоящий момент с огнем борется более 900 человек. Повсеместно применяется авиация и гроз населенных пунктов удается избежать. Но в нескольких селах Уссалдана предельно допустимая концентрация дыма превышена. В целом за период с 1 июля по 14 июля проведено порядка 300 исследований проб атмосферного воздуха. Из них выявляются у нас превышение предельно допустимой концентрации по оксиду углерода. Это в Уссалданском районе у нас 9 проб не соответствовало конкретно по этому показателю. И в городе Якутске у нас одна проба, она вчера не соответствовала по диоксиду азота. Сейчас в Якутске показатели задымления не зашкаливают. Но тем не менее врачи и спасатели советуют якутянам ограничить пребывание на открытом воздухе, употреблять больше жидкости и ограничить курение и физические нагрузки. В квартире и офисе следует закрыть окна и форточки и использовать кондиционер. При ухудшении же самочувствия обращаться в медицинское учреждение. Виталий Абрамов, Георгий Григорьев, Анвакасаха, Якутск.